Приветствую вас, Анатолий. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Итак, смотрите. Первое. Слёзы на публике. Вероятнее всего, потребность во внимании. Вот. Бессознатное потребность, чтобы вас заметили, чтобы вас обратили внимание таким вот способом, потому что других способов вы не знаете. В силу того, что вы практикуете сдержанность, это первый момент. Второй момент. Там все скорбь и печаль, которые есть внутри вас, необходимо как-то вытащить, проработать, структурировать, отпустить, вот, понять, что это вообще такое, и соответственно решить, что дальше с этим делать. Потому что, вполне вероятно, что это был некий, ну, негативный, может быть негативный, может быть, травматичный опыт, который вы не прожили, не отпустили. Для чего скоро печаль осталась. Вот. Типа, может быть, это просто определенная, какая-то вот, ну, достаточно серьезная, обесценивающая тенденция. Да? То есть, вот, ну, по отношению к себе. Вот. Подавление чувств там и так далее. Следующим пунктом я бы отметил естественность вашего спокойного эмоционального состояния. То есть, насколько это естественно. Из этого прямо вытекает уровень подавленности, эмоциональности и чувственности, спонтанности и импульсивности. Именно уровень подавленности, как бы, что требует своих оценки, анализа, проработки и корректировки. Следующий пункт, это то, что у вас не ладится личная жизнь. Что для вас это означает? То, что вы живете с мамой, что для вас это означает? Какие отношения с мамой? Обратите внимание, что мама у вас, суть по всему, одна. Потому что вы не сказали, что живете с родителями. Если мама одна, вероятно, вы повторяете ее сценарий в поведении по отношению к мужчинам. Требуется это скорректировать. Следующее. Почему слезы происходят на публике? Сравнивайте себя с другими людьми. Читайте других людей лучше, успешнее, реализованнее, счастливее, чем вы. Я более чем уверен, что вы с этим не согласитесь, но я думаю, что сравнивать себя с другими людьми вы вполне умеете. Вообще, сравнивание с другими людьми, помимо некоторых глубинных причин, чисто функционально можно охарактеризовать как треугольник Карпмана. То есть, когда я кого-то сравниваю с собой, я либо хочу этого человека победить, то есть его подавить, уничтожить. Либо я перед этим человеком присмыкаюсь, принижаюсь, что тоже не очень хорошая история. И это выдает во мне неуверенность, неудовлетворенность и так далее. То есть, может быть, как раз таки именно подавленная чувственность, подавленная эмоциональность, невозможность быть слабой, ну вообще отрицание своей слабости, своих слабостей как таковых, является вашей основной проблемой. Слезы как раз таки демонстрируют, что вот уровень того, что вы себя подавляете, достаточно высок и уже бьет через край, по сути. Вот такой ответ я могу вам дать. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok